Дорогие научники, продолжаем наши видео уроки. Сейчас продолжаем рассмотрение типичных ошибок, которые встречаются у нас при работе с ограничением. Вот сейчас, в крайнем случае, у нас будет вариант, когда есть ограничение, нет одной руки. Работа одной рукой. Правой либо левой, здесь без разницы. Посмотрите типичные ошибки, которые встречаются. Вот сейчас ребята покажут. Еще силовой вариант, но до работы. Вот типично, что не очень модная работа. Хотя, конечно, уже лучше. Итак, я понимаю, что для того, чтобы вам работать, сейчас, когда появились ограничения, вы для себя открыли очень много нового в себе. То есть, оказывается, то, что получилось легко и непринужденно двумя руками, с одной рукой уже возникает вопрос. Да, сейчас некоторые использовали большие щиты, но смысл какой? Давай. Вот у меня есть ограничение. Вот я снял этот удар. И теперь посмотрите, если я сейчас начну работать, то есть, если у меня неплотная работа, то есть, если есть еще где здесь промежутки, если точка контакта только одна или две, у меня не будет ничего, будет мазня. Поэтому я прихожу, беру больше точек опоры и дальше я начинаю использовать все свое тело для того, чтобы управлять. Чтобы была настолько плотная работа, чтобы там уха не пролетела. И чтобы каждая точка вашего тела передавала воздействие на противника. Это очень важный момент. То есть, это нужно обязательно учить. Да, конечно, когда у вас выполняли щиты, вы их хочешь не хочешь, но вы все делаете, все тело. Когда да. А если у вас какие-то другие съемки, то возникают вопросы. Раз, видите, вы далеко. Вот здесь далеко, вам уже не сработать здесь. Потому что дальше начнется драка. Вот у него две руки, а у вас одна. Это никак вам не выгодно. То есть, вы должны все-таки научиться проваливать, атаку, парфюру. Пришли, проваливали, вот здесь. Вы контролируете все. Ситуацию. То есть, вот это обязательно обратите внимание на очень плотную работу. Чтобы у вас одна рука передавала дальше контакт на тело. А не пытались одной рукой что-то сделать. Одна рука, не две. Двумя вы еще можете как-то там более слабого противника задавить. А более сильного нет. Бой не должен превращаться в драку. Драка – это нехорошо. Драка – это обмен ударом. В обмене ударом вы всегда проиграете. Если двое, вы однозначно проиграете. Бой должен развиваться по другому сценарию. Если на вас напали, вы делаете переход хода, перехват инициативы. И дальше вы только контратакуете, контратакуете, контратакуете. Не давая ни малейшей лазейки на перехват инициативы. Только в этом случае у вас есть какая-то гарантия успеха. делаетよт принципе шоу. Но прихват этой активности неизвестен. И ты добавляйте привет. Дополнительные триумсы в finish.